Здравствуйте дорогие друзья! С вами Алексей Соколов на канале Реальный Мир. Практически каждому своему ролику с косулями я получаю комменты, в основном от россиян, о том, что нам-то в Восточной Европе хорошо, у нас зверя много. А вот в России такое снять невозможно, потому что зверей давно перестреляли, а те немногие, которые выжили, так хорошо теперь прячутся, что сфотографировать или снять их на видео нет никакой возможности. И ладно бы, так говорили только городские, так называемые асфальтовые люди, которые в лесу не бывают. Многие опытные натуралисты тоже не верят, что можно заниматься в своих местах, рядом со своим городом, целенаправленной съемкой млекопитающих. Вот, например, известнейший фотограф Дмитрий Голубев, постоянный лауреат всех возможных природных конкурсов. Долгое время снимал птиц, а заниматься млекопитающими не решался. Что же помогло им переключиться на съемку Косуль в окрестностях родного города Орла? Вы не поверите, но... Решающую роль сыграла его поездка на Кавказ. Сейчас смотрим нарезку из нашей с Дмитрием видеоскайп-конференции с фотоотчетом о его экспедиции по заповедникам Северного Кавказа. Те эпизоды, где речь идет о съемке кавказских туров. А вот это уже дико, то, что стоят туры на скалах. Да, кто на стриме, оставайтесь с нами. Это только первые, кто по млекопитающим соскучился, кому птицы надоели. У нас одна из целей тоже была снять туров в Северной Осетии попытаться, но там на фотоаппарате не удалось, поскольку они весьма пугливые. Пускали, наверное, метров на 700, самое близкое. Это снимок с квадрокоптера, который удалось сделать. Квадрокоптер они подпустили, удалось подлететь. Первый кадр, то, что мы сделали. И вот этот подход первого стилевика. Я напомню, просто на секунду переключаюсь опять на студийный режим. Обратите внимание, господа зрители, на фоне какой заставки мы сидим. Что здесь из тех козлов, когда Дмитрий к ним приспособился чуть дальше к концу экспедиции, где их стало много и где они просто ночь под камнем провели. А первый подход стилевика, вот такой результат. Раз и два. Это уже, можно сказать, второй. Первый ферноситель вообще как... И казалось, что трудно их снимать. Ну да, а тут вот... Здесь вот Солонец расположен в этой расщельни, треугольник. И поэтому решил постевать цветочки немножко, да? Ну, нам просто показали местные инспекторы эту точку. Но очень далеко. Говорю, это... То есть, поснимал на Солонце издали, расстроился и пошел ботанику снимать. Вот это уже 2800, у нас тут более высокая платота. Тут на уровне облаков все происходило. Гораздо интереснее, чем в долине. Поехали к облакам. 2800. То есть, вот сейчас точка съемки на 2800, да? Да, ну вот точка съемки на 2800, да? То есть, из базового лагеря там поднимаешь на 2800 вверх. По одному облака самолет взлетает, набирает высоту. Это динамо шутки километра четыре, да? Это днем ходили? Ну да, днем выходили. То есть, козы с козлятами там держится круглый. Ну, практически круглый день. А козлы, взрослые такие, матерые, они начинают спускаться только в сумерках, где-то за час до заката у нас. И первый у нас взрослый козел сблизи. Расскажешь поподробнее, как на козлов вы поперлись? Ну, в принципе, ролик тоже, значит, на канале этой группы, да? Да, там есть достаточно подробный ролик, как мы ходили про это путешествие. Как твоего товарища зовут? Там Игорь Чернышев. Игорь Чернышев, да, и его ролик уже там выложен тоже репостом. Но я вот сейчас здесь после записи, да, то, что говорю, этот стрим мы выложим туда же, да? Ролик Игоря Чернышева об этой экспедиции к козлам. То есть, надо будет бэк стоит, что там офигенность, нет? Ну да, и там мы немного поторопились со сборами у нас там, не забыли палатку, один спальник было всего лишь это. 700 метров набор высоты, там пишут. Базовый лагерь 2100, здесь 2800. 700 метров подъем, длина где-то 4 километра пути. Самочувствие вообще нормально было, то есть никаких проблем у нас не было. Хотя тащили оборудование, вот тяжело было тащить оборудование на себе на эту высоту. То есть, мы часа, наверное, 3-3,5 поднимались. Мы уже на этих, на козлах молодых, вот козлята как в вертикальной стойке. Мы уже с оборудованием опять поснимали молодых козлят. Дениска в такие позы ставят тут у нас собаку, овчарку, да? Бельгийскую, чемпиона Литвы в разных категориях. Молодежный, взрослый, он ставит его, когда на задние лапы, говорит, стой по-человечески, стой и ходи. А козлы тут, оказывается... Это снимать интересно. Тут как бы в заповеднике очень хорошо налажена, во-первых, охрана, то есть не стреляют совершенно животных, нет браконьерства. И достаточно много еще ходит туристов, то есть там альпинистический лагерь, и постоянно козлы видят альпинистов. Соответственно, за несколько поколений уже, ну, как находится заказник, заповедник, они привыкли к виду людей, понимают, что они ничего плохого не сделают, и подпускают совершенно близко. То, что на наши заставки. На 5-10 метров можно подойти и сделать там чуть ли не селфи с ними. Я самому снимать. Ну, то есть вот я из стрима с Арчилом хотел сделать такую вырезку по поводу... Туристы в этап-то браконьеров уже в анонсе. Да, и тут вот хорошо видно как раз, ну, разница. То есть в Северной Осетии это были точки, которые мы снимали метров 700, а здесь совершенно свободно, мы хоть снимались нескольких метров, то есть совершенно дикие козы, козлята, плюс взрослые самцы. Вот, и подпускали они, ну, совсем близко. Это вот вообще лобовое. Да, снятое в лоб, на шире, там, 14 миллиметров. Ну, естественно, дистанционно съемок. Не, вот я уж там... Какой, ну, дистанция сколько им подпускают реально? Ну, если человека, то, ну, метров на 10, я думаю, можно подойти. Ну, вот эта тема, что публичность, во-первых, защищает место от всякой нечисти. То есть это все реально, где природоохранение. А как снимает тот же Краноцкий заповедник, да, вот, южно-камчатский федеральный заказник имени Тихона Игоревича Пеленка, да, где медведи все снимают. Но медведь там задерет туристы, если это все... И, соответственно, вот из-за того, что хороший режим охраны, много людей, туристов, совершенно можно спокойно снимать там, заниматься, уже не думать о том, как снять, вернее, не думать о съемке, а заниматься множеством, более творческие какие-то кадры, там, наш, Эрик, еще что-то. Это вот пока мы поднимались по ущелью, вверх бежали, там, собственно, как, увидели туру в бинокле, нам показали местные жители. Ну, вот, мы побежали за туром, и пока поднимались к туру, мы снимались еще параллельно назад вот эту семерку, там, водопад по пути. Уже появилась привычка к турам после Квартино-Волкарского заповедника. Да, 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 но здесь туры тоже, они, знаешь, такие усредненные варианты, они не такие пугливые, как в Осетии, но все равно заметна разница после Квартино-Волкарии. Я думаю, если бы ехали с запада на восток, тоже, ну, в Осетии мне такие пугливые показались. И тут где-то они уже метров на 100-150, наверное, подпускали и дальше вот убегали. Эндрю и Джульетт степенью гарантии козликов снять, интересуются, смотрю. Шанс очень большой, что они там будут. Я, на самом деле, вначале не верил, что они там, они вот реально как бы есть. Единственное, надо все-таки подумать, возможно, спросить местных, когда лучше сезон. Нам говорили хорошо в августе, приходит взрослых, много козлов, которых мы снимали наверху. У нас как бы был очень, ну, небольшой шанс, что они спустятся. Нам как бы повезло. Поэтому, как бы, самых с козлятыми, ну, практически, думаю, гарантия 80% встретить, а взрослых поменьше. Но надо поговорить с местных, когда лучше сезон. То есть с егерями, с охраной они подскажут. Ну, опять же, с Перевозовым надо пообщаться. Сейчас мы до Перевозовского заповедника скоро доедем. А следующий у нас будет? Я не знаю, мало ли нет. Ну, еще есть несколько точек, где снимают. Это те же Меретинские, по-моему, озера. Тоже там есть популяция этих туров, которые близко выпускают. Но Безинге одна из самых таких. Мне больше всего понравилось за всю эту поездку по козлам. Это, у тебя же там первая встреча с ними, да? Ну, и первая. Нет, я просто про то, как можно снимать. То есть ты не думаешь, как тебя испугать. Что животных испугает, еще что-то можешь наработать над художественной составляющей кадр. Ну, да. Да, что это намного важнее, когда ты знаешь, что их гарантированно и есть. Но вообще я знаю, что и там, ну, в Кавказском, в Перевозовском тоже там снимают. И в новом виде. То есть, от многих, кто вот бывал. Слышал, что, в общем, с достаточно большой гарантией. Дима, ну ты сейчас косуль в Орловской области тоже стал с гарантией 100% снимать. Ну да, видимо, после туров пошло. То есть мне не верил, что это просто съездит. Посмотрим, что у нас выйдет дальше. Это, может, пара роликов, что-нибудь. Ну, царапаем результат. Вот такая история. Поехал Дмитрий в Кавказскую экспедицию. Познакомился с горными турами. В Северной Осетии туры были пугливые и близко не подпускали. В Кабардино-Балкарии, наоборот, очень смелые. Человека совсем не боялись и чуть ли не в упор себя крупным планом снимать позволяли. В Карачаево-Черкесии промежуточный вариант. Со средней дистанции красиво поснимать можно было, но близко для съемки крупным планом уже не подойдешь. Вернулся Дмитрий домой в город Орел и решил, что раз с кавказскими турами удалось разобраться, почему бы не заняться орловскими косулями. Ведь козлы, они и есть козлы. А как к ним подойти, это уже от хитрости самого фотографа зависит. Поверил Дмитрий, что может снимать козлов. И моментально появились косуля прямо рядом с домом. Как и положено по законам жанра в нескольких километрах от последнего городского светофора. И стали они позировать ему даже на фоне городских многоэтажек. Причем косуль оказалось много. Прямо почти как у нас в Литве. Пока слишком близко к осуле Дмитрия не подпускаю. Но он с ними непременно разберется. Даже не сомневайтесь. Вот такой ролик на канале Дмитрия уже появился. Будут и еще ролики. Поэтому непременно подписывайтесь на его канал. Полная запись нашей конференции с Дмитрием Голубевым по кавказской экспедиции здесь. Так что друзья. Верьте в косуль. А главное верьте в себя. Берегите природу. И до встречи в реальном мире. Казахстан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...